Экпортус Здравствуйте У вас хорошее настроение Сегодня оно будет еще лучше Потому что у нас заказчик Сегодня прекраснейший, замечательнейший У него Асмодус, Асмедус, Асмодаус Короче, напиши, как правильно читается А то я как всегда Давай прочитаем, что ты мне Так сказать, заказал РПГ мечты Что за РПГ мечты, я не знаю Первая часть, ржачные видосы Которые я буду заказывать Что за ржачные видосы Я не знаю, что за РПГ Переходим по вот этой вот Ссылочке Всемайки.ру А, ребят, это типа Реклама, такая вкусная Такая красивая, ну ребят Ролику 3 года, 3 года уже назад Это было, можно перемотать, да, чуть-чуть Окей, вот наш канал 675 Тысяч Подписчиков, у ребят Это просто какие-то невероятные показатели Я ставлю лайк за старание Сто двадцатый тысячный Мой, между прочим, да Осмодус Осминогус Спасибо тебе большое За заказ Напиши, чёрт возьми Как правильно читается Твой никнейм Потому что Ну это крайне интересно Ну конечно же Ребятам уважение Спасибо за невероятный контент Судя по просмотрам Это что-то очень смешное Потому что как бы РПГ мечты Монтаж Ай Ден Геон Руди Сосидж Руди И сосидж Сосидж Короче, я не знаю Что это такое Ну будем смотреть Будем, как сказать, внедряться Будем пробовать на одной волне Быть с вами, ребят Могу не понять Но могу и понять Разберёмся, в общем-то Да, всем приятного просмотра Лайкосик Подписка с вашей стороны Конечно же будет приятно Друзья мои Давайте Не болейте Я вас прошу Я вас молю Я надеюсь, что эти все болячки Мимо вас пройдут Потому что я никак не могу выздороветь Из-за этого грёбаного кашля Он меня просто бесит Он меня Он меня выводит из себя Понимаешь То есть мне хочется злиться У меня неприятности из-за этого То есть Это неприятное состояние Этот грёбаный кашля Надеюсь, он Раз и навсегда уйдёт В закат И вот не вернётся Как солнышко Вот постоянно Вот встаёт Да А вот эта болезнь Не вернётся Вот уйдёт на коне Прям далеко-далеко И не вернётся Всё Всё, друзья мои Давайте быть как бы Уже адекватными Всё нормально Фух Что за контент такой-то РПГ Мечты Ладно Давайте внедряться Там разберёмся В принципе Когда контент пойдёт Да Угу Летс гоу Погнали Всем здоровенько Привет, мужик Привет, парень Это небольшое вступление Дабы объяснить Что вообще происходит В видосе И над чем Собственно смеяться А вот давай, кстати, да А то я-то Это не знаю Разобраться бы Как бы И хотелось бы Давай Так как подобный формат На канале вообще впервые Многие могут не понять Что происходит Поэтому вкратце Объясню То есть Это был ещё Новый формат В то время Они, получается Что-то новое Для себя открыли Да И такие сказали Не, ну блин Это по-любому должно И зашло ведь Зашло, судя по просмотрам Так-то да Нехило Ты с Никитой С Никитой зашли на сайт Который пишет историю В зависимости от того Что ты впишешь То есть Это какие-то нейронные сети Да Пишут что-то там Ты такое Пишешь им Они тебе отвечают В этом что-то есть Что-то в этом имеется Слушай Можно всё, что угодно Там написать Посмотрим Что там Ребята вписывали Ты выбираешь сеттинг персонажа, тебя вбрасывает в ситуацию и погнали. Ты можешь хоть голым всю игру ходить, хоть сношаться с каждым встречным, ну и так далее. Вообще, то есть, что угодно делать. Ну и вот мы поиграли, в итоге оказалось неожиданно смешно. Я это все смонтировал. Вот так, пожалуйста, посмотри вот. Вот, вот, посмотри вот этот монтаж. Ну, блин, это не так легко, как кажется. Это писец какой-то. Писец какой-то. Посмотрите, сколько дорожек, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дорожек. Что там внизу, скорее всего? Ладно. Визуализировал и, соответственно, предлагаю вам оценить сию. Давай. Оценил, мне уже нравится. Я лайк поставил, кстати? Я лайк поставил, как бы, все, я оценил. Ага. Ее творение. А уже по вашему фидбэку буду определять. Может, это мимолетный видос, а может быть, это станет новой рубрикой на канале параллельно с монтажами. Ну, судя по просмотрам, да, по лайкосикам, как бы, наверное, до сих пор выходят эти ролики, потому что, ну, блин, реально невероятные просмотры. Или же эта рубрика уже закончилась, и вам ее не хватает, да, ребят? Сколько вообще рубрик вышло за это время? Напишите, да. Ну, не за это время, а вот три года, как бы, прошло, да? Напиши. Собственно, не буду затягивать. Комментируйте, ставьте лайки и приятного просмотра. Ай! Вкусно, как прозвучало. Конечно же, спасибо, спасибо за поцелуйчик, который там... Я прекратил, да, я ничего не нажал и прекратил этот поцелуйчик. Я напишу комментарий после просмотра, естественно. Ну, сейчас зайди на iDungeon. Как оно? А, то пробел и пробел данжен. Вон он у тебя. А хули у меня точка едет? Блин. У меня кнопка залипла, бля. Уэл, они даже еще на сайт не зашли. Уже, как бы, клавиатура начала сама по себе гулять и творить лютейшие, интересные, нестабильные вещи. Выбери, ну, к примеру, фэнтези. Единичка. Фэнтези. Ну, к примеру, рыцарь поставь. Рыцарь, будем спасать кого-нибудь. Спасать кого-нибудь. Кологлот, меня зовут. Кологлот. Рыцарь, кологлот, кстати. Ля, какой рыцарь. Звучит нормально, да? Кологлот. Вы кологлот, рыцарь. Кологлот, рыцарь, императрицарь. Я не знаю, да? То есть, кто такой кологлотик? Вы живучи в королевстве Ларион. У вас есть стальной длинный меч и деревянный щит. Вам предстоит победить слово дракона Ларион. Нормально, деревянный щиток. Деревянный щиток! Это ты на кого пошел, бля, хомуха? Ну, ладно. Лариона, вы слышали, что он живет на севере королевства. Вы вступаете на путь, чтобы убить его, и идете в темный лес. Когда вы входите в лес, вы видите маленькую деревню. Человек стоит за дверью с обнаженным мечом. Обнаженный мечом. Звучит? Звучит интересно. Коже, он собирается напасть на вас, но затем оборачивается и уходит. Привет, говорит голос из-за двери. Извините, я не говорю на вашем языке, блядь. Что вы будете делать? Как сказать, я пырнул себя в ногу? Напиши просто степ хим. Степ хим. Ладно, степ хим. Мужчина оборачивается и видит, что вы держите в руках кинжал. Человек рисует свое собственное оружие и атакует вас. Что, блядь? Два сталкивающихся меч... Что? Человек пришел, чтобы ему помогли. А в итоге что происходит? Ну, это все... Сражение пошло, бляхо, хомуха, дверь открыл. Не тот человек. Я думал, там добрый. Вот так его придумали. Сейчас заставляют лететь искры. Они оба падают на спину с кровью, летящие повсюду. Кто? Мечи или искры падают на спину с кровью? Кого? Что за наркомания? Тут начинает происходить, серьезно? Это точно не вы, блин. Лол, эл, эллоэлда. Ваше действие вызывает смех у жителей дерев... Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Давайте посмеемся вместе. Которые выходят из своих домов, чтобы посмотреть бой. Это просто игра, они восклицают. Мы все должны играть чаще. Да, напиши, что ты убил их всех. Вы берете свой меч и бежите к деревне. Вы бросаетесь через дверь и наносите удар в 7 внутрь. Неприятный бой, да это уже не смешно, это грустная история. Ну зачем убивать-то кого-то, ну ладно. Ваш коленок прорезает плоти, кости не остальные, ничего, кроме кровавого красного мяса. Я реально плачу уже. Бедные люди, жалко же, пиздец, блин, что происходит, блин, ребята, ну серьезно. На самом деле из-за кашля, блин, слеза потекла. Ну почему так и жестоко-то везде? Мортал Комбат, у тебя Асмогус заказывал такие, да? Мортал Комбат, жесточайшие битвы, обманщики, да, там, долги не отдают. Рейден, бля, хомуха, ну что ж такое-то? И здесь опять начинается, вот опять, ну опять кровопролитие, ну что ж такое-то? Ну сколько можно, ну сколько можно-то? Ну и никому праздник, да. Извините, я не понимаю ваш язык. Жители деревни зовут на помощь, пока вы продолжаете убивать. Ну зачем, кого звать на помощь, если уже всех перебили. Некоторые пытаются уползти, но вы просто рассекаете. Ну все, че, уползает. Рассекаете. Рассекаете. Так вот. А я всего лишь пытаюсь уползти, спастись. Никак, никак не уползти, никак не спастись. Все потому, что вначале чувак такой, Sorry, I don't speak your language. Не поняли друг друга, все из-за того, что не поняли. Ну, не сошлись с языками и мечами начали. Хе-хе-хе. История началась с того, а мы помним. В конце концов вы останавливаетесь и осматриваетесь. Там нет выживания. Упс, погорячился, знаешь, типа. А, так же, давай. Ой, я поспешил с решением. Вы смеетесь и возвращаетесь. Как ты можешь вернуть все обратно из этого люка и вот так вот расчленял? И как? Каким образом, друзья, мы это уже, вот понимаешь, точка невозврата. Вот она. От ее никак не преодолеть. А он хочет развернуться и сказать, да что здесь происходит? Ребят, это так не работает, нейроночка. Ты моя. Вы обнаруживаете, что дом был полностью разрушен взрывом. Что теперь? Пока я там развлекался в деревне, блять, мой дом взорвали. Судьба нак... Да плевать на твой дом. Ты и так, так сказать, уже в этот дом не вернешься. Ты преступник, тебе надо в бегах находиться. Правильно, правильно? Сказал я тебе. Напиши тогда... Now I got a new toilet. Переводик. Теперь у меня появился новый туалет. Now I got a new toilet. Вы быстро отправляетесь в ближайший город и покупаете новый туалет. Он там в розыске будет, как он этот туалет-то купит, ну ребята? Это займет некоторое время, но в итоге вы получаете тот, который работает. Проходит год. Год. Аж... Год, бля, хомуха, год. Триста шестьдесят с хером дней. Но потеряли все. Ну что, только не въели, блять, в армию на русь. Вокруг, блять, разбитых вещей и взорванных ножей. Просто кот сидишь, нахуй. Никакого праздника. Это был Дракон. Вы просыпаетесь в больничной койке. Вы окружены врачами и медсестрами. Один из них спрашивает, хотите ли вы рассказать свою историю или нет? Нет, я думаю, что это будет лучше сказано в моем журнале. Сто процентов, сто процентов. Вот эту историю видать точно нельзя тем, кто находится внутри. Потому что это катастрофа будет. Критическая ошибка. И... Напиши which журнал. Какой журнал? Доктор Сэд, да? Док. Док. Эй, док. Док. Как-то так? Доктор Саид. Саид, отсылка к лосту? Ахамдуля. Я хочу продолжить тему Дракона. Раз что у нас все-таки средневековое, вы тут читаете журналы и покупаете туалеты. Стабильная ситуация для Средниковья. Там, наверное, все этим занимались. Естественный процесс. Журнал читать, сто лет сходить. Кого-то, да. Так вот, да, поделать. Ну ладно. Драгон. Дестрой. Хосфер. Дракон разрушил больницу. Вы сразу же выбежали на улицу и увидели стоящего там большого монстра. Это было похоже на Дракона, но намного больше. Что, черт возьми, происходит? Вы закричали. Я не знаю, но нам нужно выбираться отсюда. Существо закричало в ответ. Че? Че? Блядь. Почему мне Дракон все ломает, а потом говорит, братан? Напиши типа... Ху аютип. Ху. Ху ху. Ху айя. Я хочу сесть ему на спину. Вы прыгнули на спину существа и начали кататься наявской. Ну-ка, что же напишет? Вы оказались в лесу полом деревья. Вы дво... А что было дальше? Как говорится, уже на ресурсах, как говорится, предназначенных к 18+. Осуждаем. Осуждаем. Продолжали кататься довольно долго. В конце концов, вы достигли небольшого... О, озеро. Слушай, прекрасное местечко для... Да. О, озеро. Напиши, что существо утонуло. Вы заметили, что существо... Вы заметили, блядь. Он плавал в воде, а затем внезапно погрузился в озеро. О, хорошо, вы вздохнули. Не, вы ж не... Сто процентов так и будет. Все, мы победили дракона, я так полагаю. Я хаю, бля. Нормально, подружились, победили, утопили, ушли. Вы подняли глаза и увидели, как существо плывет к береговой линии. Оно все-таки выплывает. Мы еще раз с тобой подружимся. Мы объяснимся. Я не хотел тебя, так сказать, да, туда заталкивать. Ты сам туда затолкался. В смысле? Она что, выжила? Ебать, твисты. Она не хочет тонуть. Сюжетные повороты тудын-сюдым. Пухрым-пухрым. Ты вот так вот что? You drone creature уже. Убей, ты тварь. Через несколько дней мы обнаружили мертвое тело, лежащее на дороге. Человек без глаз и пустой глазницы лежал на боку возле дерева. Неприятная ситуация. Что с драконом-то, блядь? Кто его знает? What the fuck? Что за? Вы воскликнули. Это похоже на дракона, сказала женщина в черном... Опять дракон? На платье. Как это случилось, ты спросила? Он умер по естественным причинам. Она ответила. Напиши, типа... Я изнасиловал тело. Опять изнасилование? Да что ж ты будешь делать-то, а? Это вообще мы осуждаем. Вот это тут... Да, ребят, есть слово подходящее. Но давайте вот мы как бы тут развлекательный контент делаем. Да, вот давайте без некро... Нет, тудей, си, вей. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Ребят, я слушаю вас внимательно. Я слушаю вас внимательно. Мы взяли тело и положили себе на плечо. Ты уже собирался идти, когда услышал голос. Эй, стоп. Это была молодая девушка. Ля какая девочка молодая. Эй. Ля скромня... Это шо, Сакура? Белых одежд. А в чёрных, блядь, одеждах, где девушка? Напишаю стоп хим. Я охуенный. Девушка подняла руки и сдалась. Извините, я не могу позволить взять вам это тело, она сказала. Теп хим. Так, ей нужно это тело. Отдарил девушку в грудь, нож прошёл сквозь неё и её сердце. Осуждаю. Нейронка, что ты, чёрт возьми, пишешь? Зачем девчонку-то бить? Ладно, с драконом там мы сражаемся, да, совокупляемся и всякие разнообразные вещи делаем. Ну, девчонку-то за что бить? Ну, это... Это неприятно. Прости, прошептала она перед смертью. Я такой, но. Я хочу, чтобы ты уже изнасиловал. Я тоже... Это наглость. Наглость. Я хочу, но, блядь... Рэйп хёр, напиши, рэйп хёр. Вы подбежали к девушке, помогли ей подняться с земли, я хочу её, блядь. Ну, как эта девочка уже сейчас помрёт? Ну, они издеваются, что ли? Ну, это уже хочется плакать, а не смеяться мне лично. Мне лично плакать уже хочется, ребята. Ты её ёбрил ножом, блядь, с себя, тебе потом помнишь. Напиши... Смэш хёр фэйс виз хаммер. Нихуя. Разможжить её, ебало, блядь, мамочка, хуя. Хуя. Ты разбил её лицо тыльной стороной кулака. Она упала назад и ударилась головой о пол. Это больно, сказала она. Ну, я думаю, это сработало. Чего, блядь? Смэш, блядь. Я её уебал, ей в голову, она такая... Ой, это больно было, ну ничего. Напиши... Это какая-то, я не знаю, ну что это за шиза какая-то, ну... Ты просто дайдет. Умер. В смысле, я умер? Почему я умер, эй? Потому что ты много грехов натворил за свою вот эту всю вещь, и тебя, так сказать, боженька наказал. Дракошку уничтожил, уничтожил. Девоньку побил, побил. Она, так сказать, руку подала, простила тебя, ты ещё раз её побил. Ну, всё, всё, как говорится, всё. Габелла, конечная остановка достигнута, всё. Эй, почему я умер? Ну, ты ещё не умер, кстати. Ну, я потерял сознание, окей. Ха, you finally awake, блядь. О, скорей. Ха-ха, да, да, кстати. О, ты наконец проснулся. Ты открыл глаза и увидел стоящую там девушку. Она улыбнулась тебе. Ну, чё... А вот такая красивая. Краш. Кёр. Скалп, скалп, скалп. Ого, ты ебать, ты чё? Разъебать ей череп. Да, бля, хули, она, блядь. Заяц, море, ты чё, улыбай. Югрю. Блядь, блядь. Как же много жестокости, мальчики-девочки. Череп её мозг забрызгал в тебя. Напиши, eat her brain. Ну, я же гологлот, блядь. Вы съели её мозг. Что это за блюдоедство-то пошло? Я сейчас расплачусь от этого. Бугарного ролика, ребята. Ребята, ну что происходит? Ну, я хотел... Хотел посмеяться здесь. Хотел поржать от души, да, там, не знаю. А мы тут плачем и ревём больше. Тут грустноты больше, ребята. Ещё этот, блядский кашель, естественно. Осмодей, блин, осмодей. Давай поплакаем. Реально. Грустноты много в ролике. Понимаешь, грустноты много в ролике. Вроде смешно, а вроде и грустно. Разное восприятие, понимаешь? Бывает такое. Что делать дальше, доблестно, у Калаглот? Съебись уже в конце-то концов. Хотя у тебя дома нет куда, да? Блоту, бля, может, всё-таки кало поесть, но типа, это чё за хуйня? Чё, реально, за хуйню, блядь? Но как на вкус её фекалий, я типа, подумал, Калаглот? Вы притянули девушку ближе и начали есть её фекалий. Запах был ужасный, но это было... Ребята, может, закончим сейчас уже? Потому что дальше уже я не знаю, что будет в концовочке. На чём это всё закончится? Вот в чём глобальный вопрос. Пожрал мозгов, поёл голову. Извращенцы! Жизнь удалась, блядь. Вы пошли домой, ты был счастлив. Реально, охеренный год. Там же уже год прошёл. Напишите бы, я не знаю... Типа, дает писфали. Вы умерли мирно, вы умерли, игра закончена. Всё готово, блядь. Game over, друзья мои. На этом всё. Ну, подожди. Сейчас ещё что-то в загробной жизни, так сказать, наверное, не натворят. Клэп, 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 нахуй. Блядь, охуенная история получилась. Перерезал деревню, убил нахуй дракона, убил женщину, сожрал мозги и говно, пошёл домой и сдох. Не, ну, согласись, обворожительная история. Нестабильная, непонятная, но вот, ребят, согласитесь, что вот, если бы не вот это программы или сайт или что там, да? Блин, ну, человек такое маловероятно может создать, да? Тут человек вписывали, да, что-то, и им сайт или нейронка или что-то отвечало. Ну, это, это уникальный контент, я согласен. Можно многое что придумать, но здесь в этой истории всё-таки по-разному воспринимать её можно. Конечно, её надо воспринимать в шуточной форме, как иначе, да? Но если так вздуматься, то история, на самом деле, вся была грустная. Вся история грустная... Тёма. Вся история была грустная и наполненная вот этими всеми событиями, да, друзья мои? Так что я в неких моментах даже чуть-чуть вот прицелёзными состояниями у меня тут обладала эмоция. Ну да ладно, ладно, сам Таролик позитивный, естественно. Конечно же, ребят, молодцы. Мерно счастливый. Вот, а так и закончилось. Эпопея про кологлота. На всех экранах страны, во всех книжных магазинах. Блять, охуительная история. Без комментариев. Да, конечно же, подпишемся за такой контент. Молодцы, ребят. Продолжайте творить, делать и всё у вас будет хорошо. Дальше ничего не будет, только подпишись, да? Режим хитрого жуча реактивирован. Короче, слушай, ну, контент, контент своеобразный. Мне понравилось, мне понравилось, только нужно как-то вайб поймать. Ну, напиши, как тебе моя реакция, может тебе и такая реакция понравилась, да? Но я здесь пытался вот как-то, не знаю, по-серьезному, что ли, как-то отнестись. Может быть, не надо серьезно к ней относиться, вот к такому контенту. Не знаю. Не смотрел такой контент раньше, вообще не знаю, что такое может быть. Но история интересная. История своеобразная, история, блядь, пиздецовая, одним словом, да? То есть, что там происходило. Он, в принципе, описал всё, что там произошло, этот круговорот событий, да? От самого начала до самого конца. Это, конечно, интересно. Очень, очень, очень интересно, своеобразно и необычно. Прошу прощения за этот гребенский кашель. Он меня просто задолбал, честное слово, и меня бесит. Но контент-девират, ребята, огромные молодцы, проделали большую работу. Потому что вот эти картиночки, ну, нужно было это всё сделать. Это ручная работа, я абсолютно уверен. И на самом деле сил и труда было много потрачено. Огромное спасибо тебе за заказ. Напиши, как правильно считается твоей никнейм, а то я его заковеркал, как говорится, да, знатно. Надеюсь, тебе понравится моя реакция, как и всем остальным. Ребята, пишите, как вам такой контент. Нравится или нет, мне будет интересно почитать. Давай, обнял, подсывал, до новых встреч. Удачи, не болейте, пожалуйста. Здоровья каждому из вас, ребятам, огромные молодцы. Судя по просмотрам, по подписчикам, у них вообще всё очень-очень даже хорошо. Всё, пока, друг мой, обнял. Щау-пау-пау. Давай, до новых встреч. Удачи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова